Я раз уж мы заговорили о действиях сил обороны, хотел бы поговорить о продвижении на юге. Пока что в нашем генштабе традиционно сохраняют тишину, признали, что прорвали первую линию обороны оккупантов. Однако Wall Street Journal уже пишет, что все линии обороны на юге нашей страны прорваны силами обороны. Сейчас идет переброска тяжелой техники. И до этого мы помним, как и глава разведки Буданов говорил, что до зимы можем увидеть прорыв сухопутного коридора. Недавно Владимир Зеленский анонсировал освобождение Бахмута и еще двух городов. Где именно, он, правда, не назвал. В целом, опять-таки, та динамика, с которой последнее время мы видим развитие театра боевых действий именно на юге нашей страны. Скажем так, что сейчас действительно прям необходимо для того, чтобы эти успехи зафиксировать, как вы считаете? Напор, натиск, дерзость и последовательность, и упорство. В данном случае неинтересно, что говорят на Западе или что говорите вы. Интересно, что говорят русские. А русские говорят, что линия нигде не прорвана, ни в одном месте. Однако, демонстрируют фрагменты уничтожения ваших единиц бронетехники за пределами этой линии. То есть, я думаю, не надо ничего больше объяснять. И теперь вопрос лишь в том, сколько и где ваших войск оказались за пределами линии Суровикиной, так называемых. И если эти прорывы, они существенны, то российскую армию ожидают и лучшие времена на Южном фронте. И введение подвижных соединений для того, чтобы нарезать российским резервам оставшийся маневренный бой, используя преимущества западной бронетехники, в данном случае легкой бронетехники, подвижной, бронетранспортеры, БМП, поддерживаемые артиллерией, поддерживаемые беспилотниками. Вот то, что может поставить на грань катастрофы весь Южный фронт российский. Ну и дальше выход на оперативный простор, заход в тылы для того, чтобы нарушать коммуникацию, уничтожать штабы, склады с боеприпасами, места с концентрацией резервов российской армии. Ну и дальше к Азовскому морю. Вот, кстати, прокомментировал украинское наступление на юге, кто бы мог подумать, Илон Маск. Он, значит, написал в Твиттере, что... Ну, комментарий заключался в том, что он был недоволен наступлением Украины. Не знаю, почему он вообще позволяет себе такие вещи комментировать. Однако он сказал, что слишком много жертв ради такого небольшого куска земли. Вот такой комментарий отпустил американский бизнесмен. Как вы считаете... Ну, вообще, дайте, пожалуйста, свою оценку таким высказываемым. Они, понимаете, для меня просто... Я тут буду очень субъективен, они звучат болезненно из-за того, что моя страна воюет. Однако вот взгляд со стороны, да? Да земля вообще не имеет никакого значения. Никакого. Значение имеют люди. Вы освобождаете не землю. Вы освобождаете людей, которые на этом земле живут. Вы этих людей освобождаете от фашистской власти, от унижений и преследований. И вы даёте этим людям возможность дальше жить в стране, которая выбрала с вектором своего развития европейские ценности, которые можно выразить тремя фразами, тремя словами. Свобода, равенство, правство. Как когда-то вот великая французская буржуазная революция, да? Поэтому территория, ну территория — это земля. А на земле живут люди. И я говорил уже давно, что война эта закончится не тогда, когда вы в Крым отвоюете или там Донецк, или Луганск. А война эта закончится в тот момент, когда вы вернёте последнего украденного ребёнка, которого у вас украли российские оккупанты. Вот тогда эта война закончится. Ну понимаете, опять же, что такое территория? Я понимаю, что это странно, может быть, звучит. Да ничего. Но отвоюете, не отвоюете, как бы. Важнее, допустим, какой ущерб вы нанесёте российской армии. Важнее, насколько там, сколько будет уничтожено или принуждено капитуляции подразделения российской, насколько российская армия будет доведена до состояния небоиспособности. Вот это намного более важно. Инструментом для достижения этих целей, в том числе, является захват определённых фрагментов территории. Почему я говорю, что нужно выйти к Азовскому морю? Не потому, что я хочу, чтобы ваши солдаты искупались в Азовском море. А потому, что, выйдя к Азовскому морю, вы таким образом берёте в оперативное окружение огромную группировку россиян, и дальше можно будет принудить её к капитуляции, даже не заходя в Крым физически. Избегая вот этих жертв, избегая вот этих вот мясных штурмов и лобовых атак. выход к Азовскому морю, взятие, даже взятие под огневой контроль транспортных линий снабжения, и, конечно, нанесение огневого поражения соответствующей мощности по Крымскому мосту, для того, чтобы... Ну, кстати, между прочим, в этой связи вот я возвращаюсь к теме военно-морского флота. Ведь это же не просто так, сейчас такой натиск на российский флот. А это же всё звенья одной цепи, для того, чтобы вот эта изоляция крымской группировки, она была всеобъемочей. И, кстати, между прочим, ведь снабжать и можно там пытаться войска и по воздуху. Так вот, я думаю, что и в этом отношении россиян ждут неприятный сюрприз. И, кстати, меня всегда веселит их надежда на их ПВО. То есть оно никогда не было, так сказать, всегда было далеко от совершенства. Потом у меня вызвало некое недоумение, когда они раздергали полностью свою систему ПВО, вытащив вот эти вот огромное количество установок С-300 для того, чтобы бомбить ваши мирные города непосредственно при фронтовой полосе. Я пожал плечами, думаю. Наверное, оленевод Шойгу лучше понимает, в ПВО. Но вот я думаю, что дальше вот эти все панцири, С-400, вот этот весь металлолом, хорошо покрашенный, он, так сказать, будет утилизирован вашими различными средствами. И в воздухе россиян ждут не самые приятные, так сказать, сюрпризы, а те их средства воздушной войны, против которых у вас нету, допустим, сейчас возможности в воздухе дотянуться, я думаю, что вы найдете и возможности, уже демонстрировали это, что вы можете дотянуться, когда они на земле. Как произошла оккупация южных территорий? Этим вопросом задались украинские правоохранительные органы, пытаются ответить на три главных вопроса. Почему не взорвали мосты на Крымском перешейке в начале наступления россиян? Почему должным образом не подготовили оборону? И почему не усилили южное направление, хотя знали о концентрации оккупационных войск? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, возбуждено уголовное дело, и фигурантами которого являются некоторые из действующих военных руководителей, военно-политического вообще руководства, некоторые из представителей, и к некоторым уже приходили на беседы, официально допросами, это пока не называют, потому что большинство из фигурантов, они сейчас действующие, члены военно-политического руководства, одним из таких людей, кто является нынче фигурантом, как пишет BBC, по крайней мере, в Держбюро расследования, в Госбюро расследования пока не подтвердили эту информацию, однако BBC уверена, что одним из фигурантом является генерал Залужный, к нему якобы уже как раз и приходили поговорить о том, как были захвачены южные области Украины. В целом, господин Тамар, как вы считаете, вот насколько сейчас, когда, например, тот же Залужный занимает такой пост главнокомандующего вооруженных сил Украины, насколько может быть опасным или, наоборот, это нужно делать, вот такое расследование, которое уже начало выходить в публичную плоскость, и заголовки пропагандистов российских уже просто пестрят, что Залужный может стать фигурантом уголовного дела о сдаче южных территорий. Ну, несколько аспектов. Вы затронули очень важный вопрос. Я постараюсь всеобъемлюще ответить на него. Во-первых, я лично хочу, пользуясь случаем, высказать свое огромное уважение к профессиональным качествам генерала Залужного, я считаю его выдающимся военным руководителем, и я считаю, что огромная роль в том, что вы побеждаете в этой вене, принадлежит конкретно этому человеку. Мое личное мнение, я не знаком с ним лично, не имел такой чести, но я сужу по его действиям. Вместе с тем, вот я уже говорил сегодня о том, что 50 лет назад у нас произошла война судного дня. И у нас после этой войны, из-за того, что нашу армию застали врасплох, несмотря на то, что МОСАД предупреждал о том, что есть опасность войны, несмотря на то, что была информация от агентуры и эвакуировали накануне российских советников и членов семей из арабских столиц, не были предприняты соответствующие действия, по крайней мере, в должном объеме, и что позволило заставить нашу армию врасплох. И вот у нас была комиссия «Граната», которая расследовала вот эти обстоятельства. тот факт, что ведется расследование следствия, ничего плохого само по себе в этом нету, потому что в демократической стране не должно быть священных коров, и любой человек, чиновник, политик, генерал, он должен отвечать на вопросы, если ему вопросы эти задают по закону. Ну, опять же, смотрите, генерал Залужный или любой другой генерал, любой человек, какой бы он заслуженный ни был, во-первых, он может просто ошибаться. Ну, профессионально ошибаться, например, да. Такое возможно. Не знаю, что было конкретно там, это можно на эти вопросы отвечать только по результату работы подобной комиссии следственной, но важно, чтобы она была беспристрастной, объективной и профессиональной. Я думаю, что на любые вопросы, которые будут заданы, Залужного, у него наверняка найдутся ответы, это мое личное мнение, которые удовлетворят компетентные соответствующие органы, которые по вашим законам имеют право эти вопросы задавать вашему главку. Ну, смотрите, я уже слышал там от многих ваших там комментаторов, что накануне войны не было сконцентрировано достаточное количество сил и средств на территории вот южного направления для того, чтобы остановить там продвижение российских войск. Ну, с другой стороны, понимаете, а может быть, этих средств не было в достаточном количестве на тот момент. я вам хочу сказать, вот через полгода, примерно после начала войны, я слышал интервью израильской журналистки, молодой женщины, которая прямо вот на следующий день после начала вторжения схватила оператора, и они не знали ни одного слова ни на русском, ни на украинском языке, и уехали в Украину, просто вот полгода снимали у вас документальное кино про войну. И они общались с огромным количеством людей, начиная вот там убеленных сединами генералов и кончая до там последним там дворником, который подметал Киеве там бульвары. И у нее спросили коллегии, когда она давала интервью по возвращению вот на втором канале израильской радиостанции, так называемая «Рэшет-Бэд», какой основной вывод сделала, да, была там полгода снимала, она говорит, я основной вывод, что вот накануне войны никто от самого высокопоставленного генерала до последнего там грузчика не мог поверить, что начнется война. Вот генералы смотрели в бинокли, видели концентрации войск и говорили, нет, ну этого не может быть, это не произойдет. Да? Я к чему говорю? Вот мы были в такой же ситуации 50 лет назад. Наш вот великолепный Цахал, наши ВВС, хваленые, наш МОСАД, вот все мы такие там герои, там, да, там герой здоровья, да, а вот прошляпили. И потом для того, чтобы остановить сирийские, египетские танки, гибли люди, сгорали заживо в танках, принимали неравный бой там в соотношении один к 15, один к 12. И у вас тоже могут быть ошибки. Но, понимаете, одно дело ошибка, другое дело предательства, немножко разные вещи. И в отличие от предательства ошибку можно искупить. Ошибку можно искупить работой не на страх, а на совесть, да, как бы службой честной, подвигами личными и так далее. Я сейчас не говорю конкретно по отношению к заложному. Я лично уверен, мое личное мнение, оно абсолютно интуитивное, нет фактов. Я уверен, что он ни в чем не на вас. Но я могу ошибаться тоже, как любой человек. Я просто вижу по действиям этого человека, что если бы у вас не было такого глоткома, неизвестно, как бы развернулось дело. Просто потому, что у него могли быть нервы, могли сдать. Вот у нас был такой военный руководитель, он потом стал премьер-министром, и потом его застрелил ибрейский террорист, был у нас такой цхатрак, да. Он подготовил армию к шестидневной войне. И когда война началась, он попал в больницу с диагнозом нервный срыв. И руководил, по сути, войсками, он был начальником генерального штаба, и руководил войсками, по сути, его заместитель во время войны. Другое дело, что он армию выстроил так, что она работала даже без начальника генштаба, как швейцарские часы в рамках этой войны. Но я к тому говорю, что это был не мальчик какой-то там, да, это был опытный военный на тот момент, прекрасный штабной работник. Так вот, представьте, какая была нагрузка эмоциональная, она залужена в первые дни войны. Я вообще не представляю, как это можно пережить, эту меру ответственности, когда ты понимаешь, что ты как вот былинный богатырь, на твоих плечах вот вся страна, ты за них, за всех отвечаешь. я не понимаю, как это можно пережить. Но этот человек это пережил, и он не просто это пережил, он действовал, квалифицирован, хладнокровно, профессионально и достигая результатов. И если бы он так не действовал, может быть, мы с вами сейчас бы не разговариваем. Абсолютно. Вспоминаю еще информацию, которая меня лично очень впечатлила, того же залужного в начале войны убеждали подорвать мосты через речку Днепр, и, соответственно, левый берег Киева, он остался бы абсолютно без какого-то сообщения с правым, потому что очень переживали командующие о том, что враг может зайти в Киев, как раз он бы с левого берега продвигался, а на правом берегу как раз находится правительственный квартал, все правительства и учреждения. И его убеждали долго, но он отказался, сказав, что мы не можем, жители левого берега, это огромный, невероятно огромный спальный район, мол, не можем их так вот оставить, бросить, мол, это было бы предательством. Меня тогда, помню, это очень впечатлило. В целом, господин Тамар, я уверен, что, ну, в целом, вот разбираться, да, разбираться в любом случае нужно, но вот опять-таки, вот то, что сейчас такая информация попадает в СМИ, это как бы скорее вредит или это нормальный ход вещей? Привыкайте к тому, что вы демократическое государство. В демократическом государстве в СМИ может попасть все, что угодно. И вы должны иметь внутренние силы, инструменты и привычку нормально с этим жить. вот у нас в свое время попала информация, что начальник генштаба, когда началась Вторая Ливанская война, вместо того, чтобы руководить боевыми операциями, занимался тем, что продавал свои акции, чтобы избежать потери, ну, личных потерянных средств. Он там потратил на это, может быть, 10 минут, два телефона к звонкам. Но когда народ об этом узнал, народ потребовал, чтобы он ушел в остатку. Он ушел в остатку. Его за это расстреляли, повесили вверх ногами? Нет. Он просто ушел в остатку. Убеленный сединами, достойный человек, который всю жизнь потратил на то, что там служил в армии, здесь там боевой офицер, летчик. Ну, в остатке бывает всякое. Но еще раз говорю, есть понятие некомпетентности профессиональной, там каких-то промахов из ответственности, а есть понятие государственных. Это разные понятия.